доброе утро ребяточки вышла на прогулочку пройтись покажем цветочки сейчас у нас будет видео позитив про марину нову марина живет сейчас во флориде она из украины развивающийся блогер такие цветочки тут у нас южном уэльсе я без макияжика выхожу просто прогуляться прогуляться на прогулочку нас у меня ну как я говорила мне обычно пробежечка один-два раза в недельку хоть на корточках так иди показывает это такая беленькая это просто шучу вот и я без макия обычно вот без макияжика иду на прогулочку но я могла губы поярче подкрасить но просто яркие яркие я там еще засниму розочки а эти но буду узнавать как они оставаться забыла их название подскажите пожалуйста в комментариях а здесь головы и розовые и сиреневые у вас вчера был день рождения исполнилось 42 годика ну мы 10 отнимаем 32 вот 32 прекрасно да всем нравится 10 отнимать думаю запишу видео на ходу я люблю так на ходу и вам природу чуть показать и что цветочки радует так чуть уделим мне внимание природе прекрасной летней потому что все это быстро цветет станет коричневым и я поняла в youtube нужно выходить каждый день с каким-то восьмиминутным видео все немножко развивался канал а там посмотрим не надоест ли мне каждый день попробуем попробуем как эксперимент велосипедисты вот что хотела сказать да марина новая по-моему она за 10 марина помнится такой ли одесская область вот земляки и что получилось в жизни не того человека встретила у него прекрасный сыночек кристофер я все попросил у меня же канал позитивно на все про позитив вот каждый блогера себе посмотрит что хорошее приятно они тисе какие-то но я не люблю их назвать слова хейтеры говорю негативщики они там какие-то негативщики что-то там комментируют нападают можно же просто уважительно не с но если с чем-то не согласен нормально скажи ну не груби есть всякие негативщики вот а у меня канал позитивный хочу сказать вот про марину до училась училась она на юридическом факультете закончила ну там вроде бы криминологии если что не точно говорю подправьте меня в комментариях я просто в общих чертах криминологии изучала марина вот и по юридическим делам там юридической фирме так понимаю работала по юридическим делам ну и едет она в польшу поехала в польшу поучиться ну хорошее желание поучиться в польше у нее там все были контакты можно было вернуться в польше там я так понимаю нужно было еще экзамены сдавать еще как вообще марина ответь как в польше поучиться ты получилась польше ты закончила там польша сколько там как польские языковые курсы напомню что там было я просто всю информацию не могу помнить а так чтобы не говорить не то отправьте меня кто знает вот в общих чертах марина в польше получилось и так понимаю годик и знаете walking travel вот это программа ехать сша поработать поработать и попутешествовать вот она решилась на этом но сейчас кристоферу нужно уточнить сколько ему уже ему не 5 а 6 7 лет 7 лет на и нас уже ему сыночку и и получилось так что знакомится она с американцем винс консет винс консет я тоже стать изучаем чуть-чуть изучая штаты как они называются так для себя для общего развития как бы могу что-то неправильно произносить но это такое дело не важно но я говорю я не специально так винс консет винс консет штат северный штат а интересно марина почему если ты хочешь ответить почему северный штат как она там решалась тебя северный штат почему ты решила что северный штат нужно ехать работать вот контролл это интересно как-то наверно все хотят хотя бы в южный штат или когда не сильно погода какая-то экстремальная с этим марина в какой штат ты сразу приехала такие уточняющие вопросы если или кто знает а я наверно так понимаю что винс консет это ее муж американский оттуда я понимаю что вот так северный штат он из северного штата поэтому они там и жили вот таких зимних суровых условиях вот ну что получилось вышла она за него замуж и не не узнала получается конечно узнать человека нужно время не сразу все мы тоже как бы знать жилом не сильно долго друг друга знали но это вот одна из тех ситуаций когда когда не знаешь человека и но он оказался не тем за кого ты его принимал и оказались у него проблемы с наркотиками с веществами и просаживал он деньги и на наркотики и сыну типах пытался быть хорошим отцом и помогал и стремился но но сыну нужны денежки поднимать ребенка а их нет ему дали тысячу долларов там родители мама а он их просадил за два дня исчезли они у него не дай бог да и господь это чуйная если начнет вот работать подрабатывать вообще сознательно это просто вот внутренний человек себе говорит нет никогда наркотиком никаким веществам всегда всегда нет человек умный и разумный но вот так получилось что этот человек это слово имя том помнится не знаю можете не права что этот человек отец кристофера прекрасного мальчика он был зависим от наркотиков и конечно какая семья состоится вот так попала марина не зная туда не думая не гадая как бывает вообще с наркомами конечно как ты можешь но ты можешь распознать это хотя бы годик с ним там пожил по встречался более меня может просто распознать но вот она не смогла и за короткий срок но она забеременела наверно неожиданно марина как она неожиданно забеременела или это запланировано но как-то мало знали друг друга я думал что немножко неожиданно забеременела хотела на ребеночка родила осталась еще вышла замуж за него но потом жизнь не смогу получается до того как родился кристофер вспоминаю слова марины того как родился кристофер все было хорошо как бы она не могла это распознать узнать такую ситуацию негативную а как сейчас перехожу на вторую часть